Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Спортмикс в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Итак, в Бишкеке прошел международный турнир по боксу Кубок группы компаний Милан. Этот турнир стал первым, который провела группа компаний Милан, генеральным директором которой является Рахим Джан Сатаров. Именно благодаря его участию и состоялся этот турнир. Сегодня мы проводим первый международный турнир. Мы надеемся на консультанта. Наша цель – пропагативный здоровый опыт жизни. Продолжение объединения себя в Ассоциации тоже поздравим, можно сказать, сегодняшний праздник – праздник бокса и спорта. Также пожелать нашу другую группу компании Милан Родину за такое красивое мероприятие. Хорошо, что наше подрастающее поколение люди в спорте, занимаются спортом. И это самое главное. Я вам всем желаю радиться, чтобы сегодня на этой команде быть сильнейший. Уважаемые тренера, вам всем низким поклон, уважаемые студиям вам низким поклон за то, что выделили время, за то, что сегодня проводим миссию в турнире. Всем удачи, успехов. Я надеюсь, что в дальнейшем, как уже Аллайк сказал, что мы так и видим наших спортсменов на международном соревновании на лимфе СИГа. Всем удачи и успехов. В соревнованиях приняли участие команды из Таргызстана, Казахстана и Узбекистана. И сегодня мы вам покажем четыре финальных поединка, которые, на наш взгляд, были самыми интересными из одиннадцати проведенных финалов. Хотя, нужно сказать, что все финалы, конечно же, были достаточно зрелыми, но наша передача ограничена, и поэтому мы вам покажем четыре боя. Итак, весовая категория до пятидесяти семи килограмм. Здесь встретились Ислам Иманеддинов, он занимает красный угол ринга, и в синем углу ринга Асалбеку Улу Акжол. Оба спортсмена представляют команду города Бишкек. Ислам Иманеддинов является кандидатом в мастера спорта, победитель международного турнира на призы мастера спорта международного класса, серебряного призера чемпионата Азии, заслуженного тренера Кыргызской республики Кинджибека Акельбаева 2019 года. Этот турнир традиционно у нас проводится в городе Балыкчи. Кстати, на том турнире Ислам Иманеддинов был признан лучшим боксером турнира. Также Ислам является победителем республиканских игр Киличек 2019 года серебряным призером международного турнира в городе Актабе, Казахстан 2021 года. На этом турнире Ислам, проведя ряд предварительных поединков, вышел в полуфинал, где нанес поражение кандидату в мастера спорта из Казахстана Сакену Арахимову. И таким образом вышел в финал. Соперник Ислама Асулбек Улу Акжол также является кандидатом в мастера спорта. Он серебряный призер первенства Кыргызской республики среди молодежи 2021 года. А в решающем поединке в этом году Акжол на юниорском первенстве уступил представителю Чуйской области Турбунбеку Иманкадырову. Также Акжол, проведя ряд предварительных поединков, вышел в полуфинал, где встретился с перворазрядником из Чуйской области Бахтияром Иулдашевым и выиграл его единогласным решением судей. И вот таким образом Ислам Иманединов и Асулбек Улу Акжол встретились в финале международного турнира Кубок группы компаний «Милан». Ну, если говорить об этом обществе с ограниченной ответственностью, группа компании «Милан» уже зарекомендовала себя не только в Кыргызстане, но и за рубежом. В ее направление деятельности входят грузоперевозки по всему миру, включая Китайскую Народную Республику, Турцию, Соединенные Штаты Америки, Россию, Казахстан и другие страны. Итак, завершен у нас первый раунд. Ну и, в принципе, по ходу боя можно сказать, что оба спортсмена продемонстрировали довольно неплохой бокс. Ну и, на мой взгляд, немного-немного поточнее был Асулбек Улу Акжол. Мы еще раз смотрим атаки в исполнении спортсменов. Ну и, в принципе, первым номером в первом раунде работал Асулбек Улу Акжол. И вторые три минуты финального боя весовой категории до 57 кг. Ну так вот, я вам рассказывал о группе компаний Милан. Кроме грузоперевозок по всему миру, группы есть таможенные склады. Они также занимаются таможенным оформлением, брокерскими услугами и декларированием груза. Ну и, в принципе, можно сказать о том, что инициатором проведения этого турнира выступил Рахим Арбуду. Это тренер спортивного клуба Гундо. Этот клуб уже довольно хорошо известен в нашей стране. Вообще, основал спортивный клуб Гундо. Один из первых бизнесменов Кыргызстана Сулейман Башиза. Ну и при жизни он всячески поддерживал спорт и физкультуру на селе, в Александровке в селе. Ну и о воспитанниках клуба Гундо знают не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Среди них есть чемпионы Европы, Азии по кикбоксингу, неоднократные победители первенств Кыргызстана по боксу и восточным единоборствам. Ну и практически с самого начала в этом спортивном клубе работает заслуженный тренер Кыргызстанской республики по кикбоксингу Рахим Арбуду. Вот, в принципе, Рахим Арбуду и был инициатором проведения этого турнира. Ну и, как вы уже поняли, помог провести этот турнир генеральный директор группы компании «Милан» Рахим Жан Сатаров. Ну а у нас идет второй раунд финального боя весовой категории до 57 кг. По-прежнему первым номером работает Асалбеку Луак Джоу. Ну и, в принципе, его атаки достигают цели. Мы видим, что Ислам Иманеддинов размашисто работает, но и его атаки не достигают цели. По всему рингу, можно сказать, гоняет Ислам Асалбеку Луак Джоу. Ну и пока боксер «Красного угла» практически ничего не может противопоставить Асалбеку Луак Джоу. Вызвал очень большой интерес этот турнир. Вот вы видели уже в начале, что на открытии этого турнира присутствовали очень многие почетные гости, включая Талай Бека Масабирова, который является вице-президентом Национальной Федерации Джудо Мастер Спорта СССР. Талай является мастером спорта СССР по борьбе джудо и самбо. И, в принципе, уже когда ему было за 40 лет, он принимал участие еще в соревнованиях. Ну и, кстати, Талай Бек Масабиров является чемпионом мира по джудо среди ветеранов. А у нас заключительный третий раунд финального боя в категории до 57 килограмм. По-прежнему Асалбеку Луак Джоу прессингует соперника, работает первым номером. Но Ислам Иманегинов пытается отработать только на контратаках. Но, в принципе, это малорезультативно, как вы видите. Входит Ислам в клинч, делает рефери ему замечание. И бой продолжается. Вновь Асалбеку Луак Джоу идет вперед и снова клинчует его Ислам Иманегинов. Ну, до этого боя прошли поединки еще в трех весовых категориях. И расскажу о том, как они завершились. В весовой категории до 48 килограмм на верхнюю ступень педестала поднялся кандидат в мастера спорта из Жалабада Бигзат Эргешев. Серебряным призером стал кандидат в мастера спорта из Узбекистана Хамрабек Ташпулатов. И бронзовых наград удостоились кандидат в мастера спорта из Казахстана Эмир Нуранов и кандидат в мастера спорта из города Бишкек Эльхан Малдагазеев. В категории до 51 килограмма из-за снятия Котмана Казакбаева, который представлял Иссыкульскую область, ввиду травм, он снялся. Финального боя не состоялось и победителем стал бишкекчанин Аматбек Кундузов, а третье место заняли Азин Джунусов Бишкек и Рескильды Асанов Жалабад. Ну и в весе до 54 килограмм финальный поединок прошел без участия кыргызстанских боксеров. В итоге победителем турнира стал кандидат в мастера спорта из Казахстана Ибрагим Тлеукулов, который в решающем поединке нанес поражение своему земляку кандидату в мастера спорта Бигзату Мусаханову. Ну и бронзовыми призерами в этом весе до 54 килограмм стали представитель Чуйской области, перворазрядник Эрмек Желдашбеков и кандидат в мастера спорта из Бишкека Максатбек Оулу Астана. Вновь делает рефери в ринге замечание Исламу за то, что он придерживает своего соперника. И в конце концов получает Ислам Иманеддинов предупреждение, снимаются с него очки и вновь идет вперед Астанбек Оулу Акжол. Довольно уверенно провел этот бой Акжол, ну и в принципе, по-моему, не оставляет сомнений то, что он и стал победителем этого поединка. Ну а мы давайте еще раз посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Довольно неплохая атака в исполнении Акжола была, ну и, конечно же, работал он поточнее. В итоге заслуженная победа Астанбек Оулу Акжола, который становится победителем турнира. Следующая весовая категория до 60 килограмм. Красный угол ринга Алмаз Аразбеков и синий угол ринга Кутман Садербаев. Алмаз Аразбеков представляет республиканский спортивный полич имени Ширелла Садыкова. Вот мы видим, что сразу ринулись в бой боксеры, идет обмен ударами, ну и некоторые из ударов, конечно же, достигают цели. Итак, Алмаз Аразбеков, республиканский спортивный колледж, победитель международного турнира в казахстанском городе Актабе 2021 года, серебряный призер первенства Азии среди юниоров 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах. В этом году проходило первенство Азии среди юношей и молодежи. На пути к финалу на первенстве Азии Алмаз Аразбеков одолел боксеров из Таджикистана и Ирана, а вот в финале уступил представителю Узбекистана Жавахиру Омматалиеву и таким образом стал серебряным призером первенства Азии. На этом турнире на кубок группы компании Милан в полуфинале Алмаз нанес поражение перворазряднику из города Бишкек Кутману Сапанову. Соперник Алмаза Кутман Садербаев представляет город Бишкек, является перворазрядником, пока особых достижений у него нет. Ну и на этом турнире, проведя ряд предварительных поединков, Кутман в полуфинале одолел перворазрядника из города Бишкек Эльдиара Алдарбекова. Итак, мы с вами смотрим поединок весовой категории до 60 кг. Финальный поединок. Итак, атакует Кутман Садербаев. Ну вот здесь, несмотря на то, что Алмаза Разбеков пытается работать первым номером, в принципе, довольно неплохо противостоит ему Кутман Садербаев и на контратаках набирает очки. Особо не сближается с соперником Кутман. Ну вот, при возможности, наносит удары. Ну вот, о группе компании «Милан» я вам рассказал. Ну а теперь, наверное, можно вспомнить о том, каких успехов добились наши боксеры в 2021 году. Итак, завершен у нас первый раунд. И сейчас мы с вами посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Итак, в этом году с 21 мая по 1 июня в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, прошел чемпионат Азии среди взрослых. В итоге четыре кыргызстанских боксера стали бронзовыми призерами соревнований. Третьи места на чемпионате Азии заняли в весовой категории до 52 килограмм Азад Усиналиев, в категории до 57 килограмм Акалбек Исенбек Уулу, в весе до 81 килограмма Иркин Адалбек Уулу, и в весовой категории до 91 килограмма бронзовым призером чемпионата Азии стал Рустан Рызбек Уулу. А у нас начался второй раунд финального боя в весовой категории до 60 килограмм. По-прежнему первым номером работает Алмаз Аразбеков, и на контратаках действует Кутман Садербаев. Останавливает рефери в ринге поединок. Что-то с экипировкой у Кутмана Садербаева приводит в форме тренер Кутмана в порядок, и бой продолжается. Довольно неплохо работает серийный Кутман Садербаев, и, в принципе, многие его удары достигают цели. Далее о выступлении наших боксеров в уходящем году. С 25 октября по 6 ноября 2021 года в столице Сербии, в городе Белград, прошел чемпионат мира среди взрослых. И, можно сказать, впервые в истории отечественного бокса сразу три наших боксера дошли до стадии четвертьфинала. То есть, буквально немного им не хватило для того, чтобы завоевать как минимум бронзовую медаль, чтобы выйти в полуфинал. Ну, а мы видим атаку в исполнении Кутмана Садербаева. Он достигает цели его удары, и, по-моему, ведет он в этом поединке. Итак, трое наших боксеров на чемпионате мира дошли до четвертьфинала. Это в весовой категории до 48 килограмм Туркбай Уни Мерлан, в категории до 54 килограмм Санжар Сейдакматов и в весе до 80 килограмм Бек-Жигит Уни Морбек. Как я уже сказал, к сожалению, не смогли выйти в полуфинал наши боксеры. Но выход в полуфинал, как вы знаете, уже обеспечивают как минимум бронзовую медаль. При независимости Кыргызстана у нас нету еще боксеров, которые завоевали бы медаль чемпионата мира по боксу. Есть у нас бронзовый придер Кубка мира, это Талайбек Кадралиев. Ну и в принципе, больше у нас никого нет. Итак, завершен у нас второй раунд финального поединка в категории до 60 килограмм. В красном углу ринга отдыхает Алмаз Араз Беков и в синем углу ринга отдыхает Кутман Садербаев. Также неплохо выступили наши боксеры 2005-2006 годов рождения, которые приняли участие в играх стран СНГ. Бронзовыми призерами стали три наших спортсмена. Это в весовой категории до 46 килограмм Тимирхан Данияров, в категории до 52 килограмм Бик Тур Тур Дубаев и в весе до 54 килограмм Кутман Амангильдеев. А у нас стартовал завершающий третий раунд бой в весовой категории до 60 килограмм. Вот мы видим, немного активизировался Алмаз Араз Беков, но, в принципе, внимательно следит за своим соперником Кутман Садербаев и при первой же возможности контратакует. Пока, по-моему, по очкам Кутман перебивает своего оппонента. Делает рефери на ковре замечание Алмазу Араз Бекову, чтобы он как бы не подталкивал своего соперника. И бой продолжается. Довольно неплохо действует Кутман Садербаев и практически, по-моему, процентов 60-70 его ударов достигают цели. Ну и еще одни, так сказать, крупные соревнования по боксу прошли в этом году. Это первенство Азии среди юношей и молодежи в Объединенных Арабских Эмиратах. На этих стартах 8 наших боксеров завоевали медали. С серебряными призерами стали весовой категории до 60 кг Алмаз Араз Беков, который в настоящее время боксирует. Бой с его участием вы видите. Также серебряным призером стал Эльдар Асимбаев в категории до 63 кг. Весе до 80 кг серебро первенства Азии завоевал Санжар Акматов. И в весовой категории до 60 кг серебряным призером первенства Азии среди юноуров стал Амар Леваза. Кстати, бой с его участием мы с вами увидим после этого поединка. Ну и бронзовыми призерами первенства Азии стали в весе до 50 кг Зуфра Исраилова в категории до 50 кг Баястан Токтасунов, в весе до 52 кг Бексултан Бактубек Вулу. И в весовой категории до 81 кг бронзовым призером первенства Азии стал Эмирхан Раджатов. А у нас близится к завершении третий раунд финального боя в весовой категории до 60 кг. Идет обмен ударами. Пытается наверстать, так сказать, упущенный Алмаз Аразбеков. Даже вот он поднял руку, так сказать, в наг победы. Но, по-моему, по очкам он проиграл. Мы с вами сейчас еще раз посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров в третьем раунде. Ну и вот мы видим, что первым номером работает Алмаз Аразбеков, но на контратаках Кутман Садербаев более точен. И его удары достигают цели. Вот сразу три удара, еще два удара прошли в голову соперника. Но, в принципе, по-моему, ни у кого не оставляет сомнений тот факт, что в этом поединке победу одержал Кутман Садербаев, перворазрядник из города Бешкет. С чем мы его и поздравляем. Ну и следующая весовая категория до 63 килограмм. Красный угол ринга Азадбек Шарафиддинов, Узбекистан. Синий угол ринга Амар Леваза, Таргастан. Узбекистанский боксер является кандидатом в мастера спорта. Проведя ряд предварительных поединков, он вышел в полуфинал, где нанес поражение кандидатов в мастера спорта из Чуйской области Ильдару Есимбаеву. Амар Леваза представляет Чуйскую область. Он мастер спорта. Чемпион Кыргызской республики 2021 года среди молодежи. На молодежном первенстве страны Амар в финале нанес поражение представителю Иссикульской области Эржану Авенову. Также Амар Леваза является серебряным призером первенства Азии среди молодежи 2021 года. На этом турнире, выиграв ряд предварительных поединков, он вышел в полуфинал, где одолел первого разрядника из Иссикульской области Даниэля Саматова. Итак, финальный бой весовой категории до 63 килограмм. Ну вот мы видим, достаточно опытные оба боксера. И Амар Леваза, и наш гость из Узбекистана Азадбек Шарафигдинов. Довольно грамотный такой бой. Не кидаются друг на друга боксеры. Просматривают варианты и при первой же возможности пытаются атаковать. Ну и еще один старт, хотелось бы отметить. Это первенство мира по боксу среди юниоров. На нем отличился каргастанец Жан Тарат Ашиев, который стал бронзовым призером. Первенство мира проходило в польском городе Кельце. Каргастанец боксировал в категории до 64 килограмм. В стартовом бою Жан Тарат Ашиев выиграл у Стефана Самовича из Сербии. На стадии 1-8 финала одолел Харутюна Хакаб Кахяна из Армении. В четверть финале нанес поражение россиянину Михаилу Зайну Лабидову со счетом 3-2. А в поединке за выход в финал Жан Таро уступил базарбою Матакубову из Украины и таким образом стал бронзовым призером первенства мира. Довольно высокий результат. Ну, кстати, за годы независимости у нас есть один чемпион мира среди юниоров. Это, как любители бокса знают, Айбек Абдемамунов, представитель из Цикульской школы бокса. Это воспитанник Бейшена Саботарова в 2004 году. Он завоевал звание чемпиона мира среди юниоров. Ну и затем, как вы помните, выступал он на Олимпийских играх в столице Греции, Афинах. Ну а мы давайте посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении спортсменов. Довольно равный поединок. Ну и, конечно же, все знают, что узбекистанская школа бокса в настоящее время является лидером в мире. Допустим, в 2016 году узбекистанские боксеры заняли на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро первое командное место. Затем они заняли первое командное место на чемпионате мира. Ну и первое командное место также они заняли на чемпионате Азии. Из 10 весовых категорий в 9 категориях узбекистанцы завоевали золотые медали. Ну а мы смотрим второй раунд боя весовой категории до 63 килограмм. Напомню, красный угол ринга занимает Азадбек Шарафеддинов, кандидат в мастера спорта из Узбекистана. Ну и ему в этом поединке финальном противостоит воспитанник Арахима Арбуду Амар Леваза. Ну в принципе довольно интересный такой грамотный поединок мы с вами смотрим. Ну и конечно же вот если в юниорском возрасте боксеры, спортсмены нам показывают такой бокс, то при надлежащей подготовке конечно же они добьются успехов и на взрослом ринге. В настоящее время правила в боксе немного изменились. Точнее весовые категории Международная федерация бокса Айба приняла решение об увеличении весовых категорий с 10 у мужчин. И женщин до 13 весовых у мужчин и 12 у женщин. И кстати эти изменения вступили в силу с 1 августа 2021 года для всех возрастов на всех соревнованиях, которые проходят под эгидой Айба Международной федерации бокса. Ну вот теперь у мужчин весовые категории будут выглядеть следующим образом. До 48 килограмм, до 51, до 54, до 57, до 60, до 63,5, до 67, до 71, до 75, до 80, до 86, до 92 и свыше 92 килограмм. Вот такие весовые категории будут у женщин. Ну кстати на следующей Олимпиаде в Париже соревнования у мужчин будут проходить в 7 весовых категориях, а у женщин в 6. Ну и рабочая группа Международного олимпийского комитета, которая сейчас занимается проведением олимпийского турнира, пока не приняла решение о рамках весовых категорий на Олимпиаде в Париже. Ну это конечно будет известно ближе уже наверное к Олимпийским играм. Итак, решающий раунд весовой категории до 63 килограмм, где встретились кандидат мастера спорта из Узбекистана Азадбек Шарафигдинов и мастер спорта из Чуйской области Амар Леваза. Напомню, что Азадбек в красной майке и соответственно в синей майке Амар Леваза. Достаточно такой грамотный поединок, можно сказать уже взрослый поединок. Оба боксера достаточно хорошо подготовлены. Ну и оба спортсмена, они кидаются, готовят атаку и при первой же возможности пытаются работать с сериями. Вот по крайней мере Амар Леваза такими одиночными ударами старается не атаковать. Если идет в атаку, то пытается сразу пробить серию. Ну и конечно же какие-то из его ударов естественно достигают цели. В настоящее время Федерацию бокса, Национальную федерацию бокса возглавляет мастер спорта Советского Союза по боксу Абдибакит Халмурзаев, который в свое время также довольно успешно выступал на юношеском и молодежном ринге. Ну вице-президентами является наш семикратный чемпион мира по боксу среди боксеров-профессионалов. Орзубек Назаров. Ну и в принципе в настоящее время идет работа, так сказать, по обновлению федерации на новый олимпийский цикл. Пытается первым номером работать в Узбекистане Цазадбек Шарафиддинов, но на чеку Амар Леваза и атакует при первой же возможности. Кстати, довольно неплохой зал. Это боксерский зал группы компании Милан. Можно в принципе здесь проводить вот такие международные турниры. Ну и можно, наверное, в этом зале также проводить первенство страны среди юноши и молодежи. Итак, завершен у нас финальный поединок в категории до 63 килограмм. Передают рефери в ринге судейские записки. Ну а мы давайте посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. Хороший, техничный, красивый бокс продемонстрировали нам Азадбек Шарафиддинов и Амар Леваза. Ну и в итоге победителем этого поединка становится мастер спорта из Чуйской области Амар Леваза. Воспитанник Харахима Арбуду. Ну и еще одна весовая категория до 75 килограмм. В финальный бой здесь встретились два представителя Чуйской области. Это перворазрядник Ахмед Багеев, красный угол ринга, и кандидат в мастера спорта Алтай Асанбеков, соответственно, синий угол ринга. Ахмед Багеев в полуфинале нанес поражение перворазряднику из города Бишкек Кубанычу Мусаеву. Атай Асанбеков является серебряным призером первенства Азии среди школьников 2019 года. На этом турнире в полуфинале Ахмед выиграл перворазрядника из Бишкека Турана Тужбаева. Ну и пока вы будете смотреть этот бой, расскажу о том, как прошли поединки финальные в других весовых категориях. Итак, в весе до 67 килограмм победителем турнира стал перворазрядник из Чуйской области Ильзат Сатаркулов. Второе место занял кандидат в мастера спорта из Узбекистана Жасур Таргашев. И бронзовых наград удостоились перворазрядник из Чуйской области Мухаммад Анцаров и перворазрядник из Республиканского спортивного колледжа имени Ширала Садыкова Есин Сейдебальеев. В весе до 71 килограмма победу праздновал кандидат в мастера спорта из Иссыкульской области Вадим Баурим. В решающем поединке за первое место он нанес поражение перворазряднику из Бишкека Жанбалату Сартаеву. Ну и третье место в категории до 71 килограмма заняли представитель Таласской области Жанобек Токторалеев и кандидат в мастера спорта из Республиканского спортивного колледжа Бекбол Муразбеков. В весовой категории до 80 килограмм золотую награду завоевал кандидат в мастера спорта из Казахстана Яросел Алиев. Второе место занял перворазрядник из Бишкека Мухаммад Дурсунов и замкнули тройку призеров. Перворазрядник из Бишкека Анатолий Кривоногов и перворазрядник из Жанобадской области Аделет Каныбеков. Ну и в весовой категории до 92 килограмм первое место занял кандидат в мастера спорта из Бишкека Арген Бактебеков. Серебряной медали удостоился кандидат в мастера спорта из Бишкека Санзар Тенис Беков и бронзовые награды достались кандидату в мастера спорта из Бишкека Эмирхану Рожапову и кандидату в мастера спорта из Узбекистана Мирзе Ахметова. А у нас завершен раунд, первый раунд. В красном углу отдыхает Ахмет Багеев и соответственно в синем углу отдыхает Атай Асанбеков. Ну а мы давайте посмотрим наиболее интересные атаки в исполнении боксеров. Довольно неплохо действуют оба спортсмена. Первым номером работает Атай Асанбеков, но Ахмет Багеев также контратакует, отвечает на выпады своего соперника. Ну и в принципе довольно равный ПК поединок мы с вами наблюдаем и второй раунд финального боя в категории до 75 килограмм. Ну и конечно же хотелось бы напомнить о том, что к сожалению в этом году на Олимпийских играх в Токио наша школа бокса представлена не было. Но будем надеяться, что в Париже наши боксеры участие все-таки примут. И если вспоминать историю выступления кыргызстанских боксеров на Олимпийских играх, то напомним, что на Олимпиаде 1996 года в Атланте выступили три кыргызстанца. Сергей Копенкин, Норбек Косенов и заслуженный мастер спорта СССР чемпион мира Андрей Курнявко. Ну как вы помните в первом же бою тогда Андрей попал на кубинца Феликса Савона, трехкратного на сегодняшний день олимпийского чемпиона и в итоге уступил. На 27-х Олимпийских играх в Сиднее мы имели самое большое для нас боксерское представительство. Тогда под руководством заслуженного тренера страны Сейдбека Кулмашева на Сиднейский ринг выходили Талабек Кадаралиев, Алмазбек Раим Кулов, дошедший до четверть финала и уступивший там мексиканцу Кристиану Бенитосу, а также Норбек Косенов, Алексей Катулевский и Владислав Визельтер. На Олимпийских играх в 2004 года в Афинах выступили два кыргызстанца Асалбек Талазбаев и чемпион мира среди молодежи Айбек Абдемиронов. В 2008 году на Пекинской Олимпиаде нашу школу бокса представлял воспитанник заслуженного тренера СССР и Кыргызстана Геннадия Федоровича Анопреева Асалбек Талазбаев. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году наши боксеры участия не принимали и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году принял участие один наш боксер это Адельбек Уллу Эркин. Итак, продолжается у нас финальный поединок в категории до 75 килограмм. Напомню, здесь встретились два представителя Чуйской области Ахмед Багеев и Атай Асанбеков. Ахмад Багеев в красной майке и, соответственно, в синей майке Атай Асанбеков. Четыре медали в истории Тарагастана было завоевано на Азиатских играх. В 2002 году бронзовыми призерами Азиатских играх в Бусане стали Алексей Катулевский и Талайбек Кадралеев. В 2014 году Турат Асмонов стал бронзовым призером Азиатских игр в Корейском Энчхоне. И в 2018 году в Индонезии проходили Азиатские игры. Ну и вот в столице Индонезии Джакарки бронзовым призером Азиатских игр стал Азат Усиналиев. Ну а мы смотрим наиболее интересные моменты второго раунда и заключительный решающий третий раунд финального поединка в весовой категории до 75 килограмм. Ну и стоит, наверное, также вспомнить, мы вот прошлись по Олимпийским играм, чемпионатам мира, азиатским играм. И, наверное, я теперь еще вспомним о том, как выступали наши боксеры на чемпионатах Азии. Первую медаль на чемпионате Азии Кыргызстану принес Жанебек Каптагаев. Это случилось в 1995 году. Жанебек стал бронзовым призером весовой категории до 57 килограмм на чемпионате Азии в столице Узбекистана, городе Ташкент. В 1999 году также в Ташкенте кыргызстанцами было завоевано самое большое количество наград. Пять медалей мы там завоевали. Серебряными призерами чемпионата Азии стали в категории до 54 килограмм Талайбек Кадаралеев, в весе до 71 килограмм Норбек Касенов и весовой категории до 75 килограмм Владислав Визильдер. Но и бронзовых медалей удостоились Музафар Юсуббеков, в весе до 57 килограмм и Александр Помилуйко в категории свыше 91 килограмма. В 2002 году серебряным призером чемпионата Азии в Малайзии стал Кымбадбек Раскулов в категории до 71 килограмма. В 2004 году Айбек Абдемамунов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии на Филиппинах, а Кымбадбек Раскулов и Рай Пашири стали бронзовыми призерами. В 2011 году бронзовых наград удостоились Асалбек Назар Алиев и Абдилай Анарбай Улу в корейском Инчхоне. В 2013 году у нас появился первый и пока единственный чемпион Азии Азад Усиналиев. Он выиграл в Иордании в Омане чемпионат Азии в весовой категории до 502 килограмм. Ну и бронзовыми призерами тогда стали Амурбек Малабеков, Эрмек Сакенов и Сергей Паренко. В 2015 году только Азад Усиналиев принес нам медаль с чемпионата Азии бронзовую. В 2017 году бронзовым призером стал Нурлан Кабашев. В 2019 бронзовые медали завоевали Туркбай Улу Мерман и Адилбек Улу Воркин. И в 2021 году, как я уже говорил, 4 боксера стали бронзовыми призерами. Это Азад Усиналиев, Эсенбек Улу Акулбек, Адилбек Улу Воркин и Эрзбек Улу Рустам. Ну а у нас завершен поединок в лицевой категории до 75 килограмм. Ну и в итоге победу в этом весе одержал Ахмед Багиев. Вот таким образом прошел этот турнир. Ну и еще раз хотелось бы напомнить, что прошел кубок группы компании Милан благодаря помощи генерального директора группы компании Милан Рахимжану Сатарову. Именно Рахимжан Сатаров, так сказать, финансово помогал в организации этого турнира и взял на себя все расходы. Ну и мы вот видим фрагменты с торжественного награждения победителей и призеров международного турнира, первого международного турнира группы компании Милан. Лучшим боксером турнира группы компании Милан был признан Амар Аливаза. Ну а кубок группы компании Милан завоевал спортивный клуб Гундо. Тренер Рахим Арбуду, заслуженный тренер Кыргызстана по кейкбоксингу. Ну и будем надеяться, что в ближайшем времени Рахим Арбуду получит звание и заслуженного тренера Кыргызстана по боксу. Я очень благодарен вам, что вы здесь выступите на нашем турнире. Но дело в том, что нам всего дали 20 дней на подготовку. Вот мы это сделали как бы за 20 дней всего. Я думаю, наш турнир будет ежегодным. Мы вас будем рады всегда видеть. Этот турнир для вас уже как бы с молодежью переходите уже к возрослому, да? То есть для вас тоже подготовительные как бы бои. Я буду очень рад вас уже видеть всех на чемпионате Азии, на чемпионате мира, чтобы из наших ребят вышли и на лепиться. Спасибо вам, что вы приняли участие на нашем турнире. Мы желаем всем нашим спортсменам дальнейших успехов в спорте. А сейчас наша традиционная рубрика, которая называется «Карвин Ньюз». В «Карвин Спорт Клубе» прошел чемпионат по плаванию среди членов «Карвин Клуба». В соревнованиях приняли участие около 50 пловцов, которые выступали на различных дистанциях и в своих возрастных категориях. В первом заплыве среди мужчин в возрасте от 40 до 60 лет на дистанции 50 метров вольным стилем быстрее всех дистанцию преодолел Андрей Пряхин. Второй результат показал Эдуард Шулико и замкнул тройку призеров Бактебек Турусбеков. На аналогичной дистанции среди женщин от 18 до 39 лет было две участницы. В итоге первой финишировала Евгения Генералова, а второе место заняла Баира Буваева. На этой же дистанции среди мужчин в возрастной категории 18-39 лет первое место занял Ильяс Куватов. Вторым дистанцию преодолел Олег Ситтиков. И третье место досталось Есену Джуманову. В возрастной категории среди женщин от 60 лет и старше на дистанции 50 метров вольным стилем первенствовала Айжана Джакшибаева. Второй на финише была Наталья Наумова, а бронзовым призером стала Аранагуль Хапизова. И среди женщин от 40 до 60 лет на этой же дистанции лучшее время показала Юлия Крахмалева. Серебряным призером стала Светлана Ни и замкнула тройку призеров Жипара Янг. В следующем заплыве на дистанции 25 метров вольным стилем среди мужчин старше 60 лет Марат Усупов и Владимир Сласников показали одинаковое время и поделили первое место. Второе место занял Абдегул Чадбаев и третье место досталось Асанбеку Аламкожоеву. На дистанции 50 метров на спине среди женщин от 18 до 39 лет первой на финише была Евгения Генералова, второй результат показала Юлия Крахмалева и третье место заняла Баира Буваева. На аналогичной дистанции среди мужчин от 40 до 60 лет быстрее всех дистанцию преодолел Андрей Пряхин. Второй результат показал Бактыбек Турусбеков и третье место досталось Аману Самакову. На дистанции 50 метров брасом среди мужчин от 18 до 39 лет лучший результат показал Улан Кашкаев. Вторым на финише был Эдуард Шулико и замкнул тройку призеров Вадим Жминковский. На этой же дистанции среди женщин 1971-2000 годов рождения первенствовала Светлана Ни. Серебряным призером стала Наталья Наумова и третье место заняла Айжана Джакшиваева. И в самом зрелищном заплыве в эстафете 4 по 25 метров больным стилем на верхнюю ступень пьедестала поднялась команда в составе Таалая Дайербекова, Эсена Джуманова, Владимира Сластникова и Евгении Генераловой. Второе место заняла команда, в которую вошли Эдуард Шулико, Илья Скуванов, Оскар Кулманов и Баира Буваева. И бронзовых наград удостоилась команда в составе Олега Ситтикова, Марата Усупова, Муратбека Чаноева и Юлии Крахмалевой. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафоров. До свидания, до следующих выходных. Субтитры подогнал «Симон»!